Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые садоводы! Я сегодня пришла в погреб, закрыла дверь плотно, потому что у нас 25 градусов за бортом, холодно, а на завтра планируют еще понижение, а в воскресенье вообще будет до минус 40. Сейчас я буду после того, как выполню работу в погребе, закрывать вот этот вот проход изолирующими материалами. Но сегодня моя задача снять вино с осадка. Вино мы делаем в ограниченном количестве, но винограда много, но тем не менее, всегда хочется что-то своего, без всяких разных Е220, и свое вино оно и есть свое. Так вот, у нас вино сделано из разных сортов винограда. В основном это зилга, вкус Изабеллы у него, смеси с бочезе. И это красное вино, сухое, сахар мы не добавляли в свое вино. И вот, как видите, вот он осадок. Сейчас нужно снять его, вот эту всю отстоявшуюся часть. Скажу, что первый осадок мы убирали 15 сентября, а делали вино 28 августа. То есть дробили виноград. Он у нас в теплом помещении находился около двух недель. И потом, когда все ягоды опустились на дно, мы слили вот эту вот часть в емкости 10-литровые. А сейчас уже буду снимать вот с такого настоящего винного осадка. Ну, у нас вот такой вот затвор. Больше мы ничего не применяли. Вот такой затвор. Мы уже, естественно, вино попробовали. И я вам скажу, так вот, видите, здесь вот в процессе брожения влага такая. Но это вот как раз и есть тот затвор, который не дает окисляться вину. Так, что я дальше буду делать? Вот у меня такая трубочка. Я трубочку опускаю в вино. И другой конец у меня. Вот он, другой конец. Сейчас я методом элементарного отсоса вина из бутыли буду перемещать вот в эти жбанчики. Жбанчики я не открутила. Надо открутить. Заранее приготовить, потому что вино бежит очень быстро. Так, ну и что? Приступаем к этому делу. Ой, напилась. Ну, хорошо, что хоть не пьяная. Так, вино бежит. Немножечко блелась. Так, активно оно поступает светленькое. Вино такое кисленькое, приятный. У него аромат изобельный, поскольку сорт винограда зилга, он имеет запах изобелы. Вот нет, не рассчитала я немножко. Подставка у меня не очень устойчива казалась. Ну, извините, вот таким вот образом. Сейчас мы быстренько сольем. Будем следить, чтобы наше... Так, вот, вот, вот такое вот чудодейство. Ну, свое вино. Оно чуть-чуть крепче пива. Ну, вот, я плотность мерила. И здесь оказалось у нас 11% сахара уже в готовом продукте. Ну, это, в общем-то, хорошо. Этот год был достаточно теплый. И виноград набрал сахара. Ну, вот. Вот, все уже немножечко осталось. Сейчас в другую переметнем. Главное тут... Ну, и как бы вот тут не уронить. Решатка у меня здесь довольно-таки стоит. Сейчас я буду убирать бутылку эту, полную наберут. Главное, чтобы эту процедуру нужно сделать достаточно быстро, чтобы вино не окислялось. То есть, оно имеет свойство такое. Легко. Так, вот, все. Потекло дальше. Окисляясь, вино превращается в уксус. Поэтому уксус нам не нужен. И обычно, чтобы вино не превратилось в уксус, его нужно скоренько выпивать, либо закреплять, немножечко добавлять туда спирта, либо... Что еще там добавляют? Да, добавляют консервант под названием Е-220. Что же это такое? Это двуокис серый. Вот, во всех винах промышленного производства есть двуокис серый. Поэтому, как только покупаете бутылку, имейте в виду, что вы употребляете еще и консервант Е-220. Ну, сейчас немножечко подтянем шланг ниже, чтобы у нас не было. Так. Течет вино очень быстро. Уровень. Уровень. Ой, такой запах, аромат замечательный. Ой, боже мой. Как не курен. За бутылку, говорит, я тебе ух. Ну, здесь не бутылка, а целых 5 литров. Между прочим, когда дегустировали у меня в гостях, была очень такая гостья с изысканным вкусом. Вот. И она говорит, что вино просто потрясающе. Так быстренько, быстренько я его перемещаю. Так, полную делаю. Оп, все. И в другой. Так, закрываем скоренько. Так. Ну, и сейчас мы бутылочку вот эту вот до конца заполним. Ну, что я вам скажу, что, в общем-то, свое вино, оно всегда в радость. Ну, это не самое... Ага, вот, видите, вот побежали уже бульки. Это говорит о том, что нужно приспустить туда шланг. В противном случае придется снова подсасывать. Так. Так. Течет? Течет. Ну, вот. В Сибири виноградное вино. Это просто что-то такое очень даже необычное. А еще и молодое вино. Многие мечтают побывать в провинции Бужеле, чтобы выпить бокал молодого вина. Ну, вот представьте себе, Новосибирск. Ах, ах, вот, свистело, засвистело. Еще опустим. Еще опустим. Ниже. Так. Течет? Вот. Как тяжело совмещать и работу, и дело. А еще, когда нет оператора, ну, совсем засада. Но, тем не менее, мне приходится все это иногда совмещать, поскольку мои операторы где-то вдалеке от меня и не больно-то хотят мне помогать в этом вопросе. Вот. А вот сейчас нужно вовремя вытащить... Опа. Шланг. Потому что там... Ой, 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 потекло мимо. Вот, видите, это уже безобразие называется. Ну, это вот из-за отсутствия рук. Сейчас мы вот у меня есть такое ведерочко, чтобы шланг не замарать. Вот. Сейчас мы это все в ведерочко сложим. Вот. Я закрою эту бутылочку. Ну, не без этого. Ну, что сделать? Так. Закрываю крышечкой. Вот у меня из такой вот бутыли получилось 15 литров. Полных 15 литров. Но здесь еще литра полтора. Потому что я уже вот одну бутыль слила. И у меня вот полторашка, полторашка есть. Вот. Эту полторашку я возьму домой. Сегодня будем повторно дегустировать вино. Но это я сейчас буду сливать остатки до конца. Еще есть у меня одна бутыль. Но, в принципе, нам этого хватает на зиму. Есть там еще вот у меня бутыли. Бутыли стоят. Одним словом, в запой не уходим. Но вино иногда бывает в радость. Ну, всего доброго вам. Здоровья. До скорых встреч. До скорых встреч.